Здравствуйте дорогие друзья! Ну вот новая платочная история. И по-моему она получилась какой-то очень доброй. Перед нами фотография сороковых годов. Перед нами в центре вы видите учительница в оренбургском пуховом платке на голове. И сегодня я хочу поговорить и вспомнить какие-то добрые вещи именно об учительнице, о первой учительнице. Вы знаете, я сегодня буду обращаться к прозе Альберта Лиханова. Какие красивые слова. Но вернуться назад не дано никому. Только вот пряжа, протянутая из настоящего в прошлое, золотая нить воспоминаний, способна соединить времена и повернуться лицом назад. Лишь одна она. Вот такие вот воспоминания об учительнице, о первой учительнице сегодня перед вами. Первая учительница. Вот при упоминании этих слов, таких знакомых, родных, близких, в сознании, конечно, возникает образ, ну, если хотите, второй матери. Человека, который, помогая делать первые шаги, сопровождал и поддерживал такими, на первый взгляд, простыми, но настолько нужными и важными словами. Образ первого учителя – это даже не портрет, не внешность, а отдельные штрихи, детали. И, кстати, не последнюю роль в этих воспоминаниях играет вот такой классический образ учительницы в Оренбургском пуховом платке. Вот именно таким близким, незаменимым, дорогим человеком стала для героя повести Крёстна Альберта Лиханова его первая учительница Анна Николаевна, которая, не покладая рук, стремилась обогреть беспомощных детей, наполняя теплотой и светом пустоту, образовавшуюся в душах воспитанников во время войны. Вот как он её описывал – «сухонькая, невысокая старушка в пуховом платке на плечах». «Платок этот был не новым, – пишет он, – но большим. Пух, ясное дело, когда-то пушистый, слежался, уплотнился, а кое-где ниши, из которых он был связан, разошлись, и если Анна Николаевна, что было крайне нечасто, разворачивала его, чтобы накинуть на плечи снова, просвечивали небольшие, но провехи». А послушайте дальше. Старый пуховый платок много значил для Анны Николаевны и применялся ею по-разному, отражая её физическое состояние и даже настроение. Когда в классе бывало холодно, она накидывала платок на голову. Когда заболевала, а это всё-таки случалось за четыре года начальной школы, плотно натягивала платок на плечи, перекидывала на грудь крестом и завязывала концы на спине. По весне, когда солнышко согревало класс, она вообще могла снять платок с плеч и аккуратно сложить его на учительском столе. Вот целая жизнь, платка перед нами. Ещё раз напомню, это произведение Альберта Лиханова «Крёстно». Платок на плечах первой учительницы, кстати, напоминает нам очень многие фильмы, советские фильмы. И в первую очередь, конечно же, образ созданной Верой Морецкой в фильме 1947 года «Сельская учительница», роль Веры Васильевны Мартыновой. Он там выступает как носитель образа. Честное слово, потому что постоянно она в Оренбургском платке, в чудесном. Посмотрите несколько хотя бы сюжетов из этого фильма, вспомните его. Он такой, как концентрат эмоций. Подчёркиваешь, главное, героини, вот этой учительницы, особую мягкость и теплоту. А вы знаете, что прототипом героини Веры Морецкой была Екатерина Васильевна Мартьянова. С 1902 года она учительствовала во втором классном училище города Реж. Это в 70 километрах от Екатеринбурга. А после революции работала в Екатеринбурге, в экспериментальной школе. Вот об её успехах узнал Луначарский, и по его рекомендации она переехала в Москву, где почти 30 лет руководила гимназией 29. И у неё учился и Сергей Копийца, и Анатолий Рыбаков, и Эльдар Рязанов. Воспитала целую прияду замечательных-замечательных людей. Вот скоро будем отмечать 75-летие Победы. И знаете, говоря об учительнице, мне хочется вспомнить, вы сейчас немножко удивитесь, но вспомнить образ Тани Савичевой. А вы знаете, что Танечка Савичева, этот символ блокадного Ленинграда, она хотела быть учительницей. Вот как о ней пишет Юрий Яковлев в своей повести «Девочки с Васильевского острова». Она всегда играла в учительницу. Наденет на плечи большой бабушкин платок, сложит руки замком и ходит из угла в угол. Дети, сегодня мы займёмся с вами повторением. Какая страшная судьба. Какой бы, наверное, замечательной учительницей была эта девочка. Но война, конечно же, внесла свои безумные, страшные коррективы. Ну вот, в глядя на эти фотографии, ещё хочу привести вам очень красивую, очень точную, вот такую утверждающую цитату Льва Николаевича Толстого. А он утверждал, что в раннюю пару жизней человек вбирает в свой разум и в своё сердце столько впечатлений, столько нравственно важных истин, сколько не вбирает, может быть, за все остальные годы. И образ вот этой первой учительницы в пуховом платке, это вот, знаете, как код человека для жизненного примера. Человек вот такой высокой культуры доброты и любви. А для нас это, конечно же, новая фотография в нашем Оренбургском альбоме. И наш альбом ещё пополнит вот эту фотографию. Давайте я вам её тоже покажу напоследок. Посмотрите, новые учительницы. Это уже послевоенная фотография 50-х годов. И три молодых девушки, три молодых учительницы стоят в Оренбургских платках. Давайте беречь этот образ в своём сердце. Ведь воспоминания согреют вас. А мы будем горды за наш Оренбургский платок. Спасибо за внимание. Не болейте, оставайтесь дома. Мы на самоизоляции.